Я с утра не снимала, потому что девчонки сегодня быстро. Ударница? Умница. Нету ни одной тройки, да? Есть. Опять? По-русскому? Я ударница. Ну, у меня одна тройка. Алина, у тебя нет. Ударница – это когда есть у тебя одна тройка. Нет ударницы, когда у тебя нет тройки. Я ударница, у меня нет ни одной тройки. Как-то так. У меня нет ни одной тройки. И закаляю машины, еще маячки портели, а они у меня тут. Она все вытащила. А они что, на глазах? Да. Женька такая, у тебя очки одеты. Где? Где мои очки? Вот опять девчонок привез Диму, где Дарина никто не знает. Она сказала, что пускал. А они мне такие, из-за школы выхожу. А сейчас за нами папа приедет. Я уже около весны папу не вижу. Диму увидела только около поляны. А папа у нас уехал зуб удалять. И без меня? Ну он поехал до 11 же у него. А? Там с 9 до 11 сказали. Смотрите сегодня, какие красивые у меня дети ходили. Сегодня линейка была. Учительница, наверное, похвалила. А то все время хотят ходить, как попало. Как я. Ну? Ну? 29-го школу. Угу. 10 дней отдыхать. Краса. Женечка, милая. Ты что ж на левую сторону надела-то блузку свою? Я в кофте была. Да? Ну, ладненько. Ну, пойдемте. Все, давайте разбирайте свои учебники. Надо будет пополнить, да? Все. Мам, оказывается, нам литература нужна. Мы перепутали вместо русского, нужна была литература. У нас всегда записана кроме и литература. Это тут сменка. Тут и манекеды, и туфля сошли. Угу. Пойдемте, это надо будет все разбирать. И все. Мам, у вас остались покупать. Нет, надо дополнить, что не хватает. Мам, сегодня у нас музыкалки, еще масленица. Музыкалки, масленица? Два часа. Два. Угу. Все, прибирайте, доченьки, тут. Отдохнете три дня. И потом начинаем опять мы все уроки заново делать. Мой четыре. Вообще, она торгуется. Нет, три дня. И начинаем русский с Сашей воевать. Да, Саш? А что у тебя с русским донимом не так? У нее она одно слово пишет на всю страницу. Из-за этого ей избавляют. Мам. Ну, доченька. Не мамка, не нитка. И когда так и есть. Нет, только потому что мы писали диктант, у меня было три ошибки, но у меня была четверка. Там. А не тройка. Чай, вернусь. Угу. Ладно. Ты куда? А я с Настей съезжу. Куда? Котик идет. Наконец-то Саня его отпустила. Заточение. Да, Сашенька? Нет. Ну-ка, встала. Ты ему уже подвесила. Вот вообще-то, вот. Нет. Да. Ой, дети, не могу. Сашка, вот так голову. Вот так. Саша, ты куда вот так вот закреться выше будешь? Вот голова должна быть. Вот. Держи ее голову. Вот, Саш. Мам, Миша подошла. Вот. Вот. Нифига Женька вымахала. Нет, Дарин, ты не честно. Ты взяла Женю вот так, разделала. Мама вот так. Вот вообще-то, мама. Хвост опустила. Ну, ты ей эту голову сломаешь, Дарин. Вот. Она все равно выше Саши. Да ладно вам. Ты мне такой сантиметр. Ты же кашу ешь, чтобы его выше, выше. Дети говорят, сегодня кашу давали. Да. Пришли сразу кушать. Будешь кушать, Саш? Я буду. А у нас сегодня ледейки где было? Чай будешь? А у меня не надо. Съешь что-нибудь? Там растишка еще стоит. Срок годный скоро закончится. Доешьте там. Я буду тебе там ешь. Потом растишку поем. Так, ладно. Я начала была тут посуду мыть. Девчонки меня отвлекли. У нас тут места мало, невозможно. Что-то тут вдвоем делать. Пусть давно ели, да? Да, мы с папой завтракали, ага. Начала тут лишнее постельное уже собирать. Отдам в деревню. У нас много, потому что я иногда получу на обзор. И смотрю, ой, красивая. Возьму его, как бы и постираю, и пользуемся. Поэтому излишки отправлю в деревню. Помой только хорошенько. Я не поняла, а ты молоко вроде ешь, дочь? Ну как можно молоко с помидоркой? Ты что? А я еще ничего не беру. Положи. Я налила еще пока. Пусть так... Поешь сначала что-то одно. Мам. Что? Мам, я знаешь, чтобы ложь не брала, и пусть очки оденет. Трубит себе пальцы. А что она не сможет подрезать, что ли, колбасу? Я у бабушки всем лет огурцы резала. Саша. Дядя, 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 дядя. Мне надо помидорку порезать. Я сама поеду. Ты же почему ты такая? Очки, одень, Саша. Ну, я... Паскажи мне, можно? Говорите, что я вовсе время не брала нож в руку. Я сама помидорку порежу. Помой его хорошенько сначала. Ну, я помыла вот его. А я всем лет вообще огурцы резала. Пожди. Дети не разрешают старшим детям, младшим детям нож трогать. Нельзя. Ладно, ешьте, я пойду пока дальше дела. Потом, невозможно посудой заниматься. Посуду мою привезли? Да. А ты что там себе набрала? Я заезжала сзади, и ты сейчас и другая. Алина, ты скоро без ногтей останешься. На субботу договаривались, завтра. Алиша, опять она, смотрите, все без ногтей. Я скоро ругаться буду. Мам, мы же завтра договаривались. Чего? Ночевка. Я вообще не знаю, зачем ты им говоришь, разрешаешь всякие ночевки. Какие вам ночевки? У меня крови. Вкусные ночи. А там что? Не надо там для ночевок. Я думала, это уже для... А, мне еще три погребушку подарила. Угу, угу. Для зефирки. Ну, это вот. Ой, сколько посуды. Да, в прошлый раз. А, вот он и фужер этот наш. А я думала, мы разбили. Вот наша посуда. Садьба. Ага. Здорово. Все целы. Я говорю, они уехали, как посуда была. Она говорит, они хотели раньше завести, но поздно сильно ехали с Светой. Угу. Ну, вот. А я думала, до чего нам тостер? До чего нам тостер, да? А я думала, это тоже тостер-зубки. Я думала, у тебя зубы. А у нас все без зубы. И какой нам тостер? Потом попробуйте этот хлеб раскусить. Димка дома осталась. Солечка. Ага. Ладненько. Папа нету еще, не приехал. Он поехал зубы удалять. А то он же у него сломался. Ну. И он, говорит, уже начал прям зарастать. Потом резать все придется. И что, один не попаялся? Меня звал ягу. Не, мне дома надо. Я видео вчера не доделала. Я вчера в 10 с детьми уснула. Поэтому утром встала. И поэтому даже посуду не убирала. Я видео делала, 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 делала. Сейчас девчонки все поедят. Не будешь чай пить? Ну ладно. Давай. Папа приехал. Удалили зуб. Папа. Больно было? Ну лечить было бы не так же, не больно, папа. А ты, это, пап, ты остальные свои эти вставочек убрал. Один остался. Надо бы снимать уже. Ему уже лет 20, наверное. Больше. Ну тем более. И это. Папочка, пока у тебя еще наркоз действует, купи мне луку, пожалуйста, 2 килограмма. Я готовить собралась. А у меня лук, мы лук доели. Вчера последний. Это от Иринки Галя привезла. Посуду нашу, которая со дня свадьбы, они увезли нечаянно в Красноярск. Вот. Купи, ладно. Вот в сосновом дворике. Я всю книжку прочитала. Вот и молодец. Молодец. Санечка еще тоже читает. Тут шесть сказок. Молодец. Про Шурика, Мурика, Порика и Шурочку. Я тоже читала. Быстренько, ага. И я начну готовить. Девчонки попросили сегодня гречневый суп, а орали тут всей толпой. Против Жени одной. Ну и Жене я плов приготовлю. Все. Только мне нужно это. Дарина к Насте собралась. На шапку свою. Да мне неудобно вези меня одевать. А ну такая... Ну ладно, ладно. Иди, иди, иди. Санечка еще читает. А все. Давай, давай, показывай. Что ты заказывала на Алиэкспресс, Настя? Алиша, не тяни, не мучай ребенка. А я думала, что у них больше. Потому что на фотографиях видно, что больше мушки и хвост. Да пойдет. Алишенька в магазин ходила. А почему все такие дорогие? Ах. Конечно, они будут дорогие. Купила мне перец Алина. Смотрите. Хочу перец нафаршировать. Я уже поставила... Сначала плов хотела сделать. Один только. В общем, наверное, фаршировать буду в духовке. Ну, посмотрю. И, наконец-то, лавровый лист купила. И сметану купила. Видите, у меня тут немножко фарша есть. И поставила я уже рис вариться. Вот. Ну и суп готов. Сейчас дети пообедают. Сумка вон она лежит. Мы сейчас, я на прием поеду. А что ты меня гоняла в магазин? Могла сама купить. И забыла совсем, что мне на прием. Я думала, не поеду. Ну, прогулялась, ладно. Лешенька, если минут покипит, и выключишь, ладно? И вытащишь прямо перец из воды. Вот он, Макс, ты. Какой красивый. Да, да. Алина, когда мой придет черный, он еще белый. Девчонок, повезем сейчас музыкалку. А я на прием. К эндокринологу в Красноярск попрошу, чтобы мне дали направление. У нас пока анализы все вроде есть, чтобы не пересдавать. Пальчик постоянно не колоть. В общем, узнаю сейчас, что скажут. Мама, смотри. А вот этот вот хвостик, это попсокет. Так можно держать. Я прозрачное дело. Потому что у меня вот... У меня сестра позвонила. У них опять насос сломался. Вася купил переходники, там еще что-то. Там где-то сестра Галя есть. Вася отнесет, чтобы до деревни увезли. Девчонки еще не звонили. Видимо, у них еще масленица идет. А мы заедем сейчас, Вася, молоко купим. Дома молоко, оказывается, закончилось. У нас пятница. Автобус в деревню у нас ходит только вторник и в пятницу. Конечно, если что-то сломалось, так проблематично, если это деревни, что-то отремонтировать. Сейчас покажу, почему у меня часто бывают проблемы со звуком. Вот так у меня подключен микрофон. Если без микрофона, вообще плохо слышно. Потому что, видите, здесь вот получается как-то сверху. И когда я говорю, вообще меня не слышно. Вот такая вот у меня камера. И когда я ее держу, сейчас я вам покажу. У меня, получается, палец постоянно вот сюда упирается в микрофон. И неудобно. Вот я говорю, я вот ее держу, и палец у меня вот туда прямо упирается. И бывает, он отходит. И, мне кажется, из-за этого и ломается. А где у меня, я купила еще один вот такой микрофон на телефон. Чтобы, вот тоже снимаю, да, и у меня, получается, микрофон я рукой закрываю. Не знаю как. По-другому как-то с этой стороны брать тоже неудобно. Как держать этот телефон? Я не знаю, как люди снимают. Вот у меня вообще проблема постоянно со звуком. Люди жалуются, что шум такой. Я сегодня вроде как проверила, вроде нету шума. Потому что, знаете, как я снимаю, снимаю весь день. А потом переделывать как-то, переснимать не могу же я уже. Вот камера неудобная на самом деле. Без микрофона ничего не слышно. С микрофоном я постоянно, рука у меня, палец упирается прямо в этот микрофон. Ну, в общем, извините, что такие неудобства у нас постоянно со звуком.